Так вот она, одна из основных премьер Женевского автосалона 2019 года. Это новый компактный кроссовер Mazda, который называется CX-30. В модельной линейке японской компании он займет место аккурат между компактным CX-3, который продается в Европе, но не продается у нас, а также российским бестселлером Mazda CX-5. Дизайн уже хорошо нам знаком по другим моделям марки. Это все та же стилистика, поэтому нет ничего удивительного в том, что в этой машине вы сразу не распознали новую модель. Зато в интерьере у нас здесь все полностью новое. Такого вы не видели ни на CX-9, ни на CX-5. Здесь совсем другая архитектура центральной консоли. По-другому стоит экран мультимедийной системы, другая приборная панель, а самое главное здесь новый руль. Посмотрите, как круто он выглядит. Идеально круглой формы, очень простой, но выглядит совершенно отличным образом. Также другое оформление центрального тоннеля. На нем появилась большая шайба управления мультимедийной системой. Раньше была она немножко меньше, теперь это довольно большой джойстик, которым, очевидно, удобнее управлять. Багажник по паспорту здесь 430 литров, но выглядит он довольно бесхитростно. Есть лишь пара ремешков для фиксации, например, какой-нибудь небольшой бутылки с незамерзайкой. Да, вот, в общем-то, и все. Отдельная лампа освещения, никаких розеток на 12 вольт, никаких крючков для сумок. Хотя, нет, все-таки никаких крючков для сумок здесь нет. Есть вот фиксатор для большой багажной сетки. На этом, в общем-то, все прелести и заканчиваются. В подполье лежит большой пенопластовый органайзер. Очень удобно. Сюда можно побросать какую-то мелочевку, но вот поднимать подполье не очень удобно. Под ним ничего нет, но очевидно, что если эта модель и появится на российском рынке, то там, скорее всего, появится хотя бы докатка. Ну, а теперь давайте попробуем посидеть сзади, посмотрим, что здесь хорошего в этой самой Mazda CX-30. Геометрия посадки неплохая. Единственное, что мне не нравится, коротковатая подушка сидения, но угол установки спинки, кстати, очень неплохой. Сейчас посмотрим, можно ли его как-то отрегулировать. Давайте проверять. Нет, регулировки угла наклона спинки здесь, к сожалению, нет. Да и вообще оснащение для пассажиров второго ряда не очень богато. Есть отдельные дефлекторы, отдельной зоны климат-контроля, к сожалению, нет, по крайней мере, на выставочном образце. Есть лишь один карман в спинке сидения, в спинке пассажирского сидения переднего, если говорить конкретнее. Зато посмотрите, какая здесь роскошная отделка. Мягкая, приятная, плотная кожа, причем она двухцветная, на сидениях белая, на ручках дверей коричневая. Здесь она, кстати, еще плотнее. Есть настоящая строчка. Вообще, к материалам отделки здесь, конечно, придраться сложно, но можно. Вот, например, пластик на дверных картах. Ну, такой, довольно жесткий. Естественно, на Mazda CX-30 используется новая линейка бензиновых двигателей, которая называется Skyactiv-X. Воздушно-топливная смесь в этих моторах воспламеняется при помощи сжатия, как на дизелях. Подробнее об этой технологии читайте по ссылке в описании. Плюс ко всему, на CX-30, конечно же, есть система подключаемого полного привода, а также система G-Vectoring Control. Это имитация блокировки межколесных дифференциалов. Моторная гамма Mazda CX-30 состоит из трех бензиновых двигателей рабочим объемом 1,5-2 и 2,5 литра, которые работают вместе с электромотором, который помогает на разгоне. Плюс ко всему, в Европе CX-30 будет предлагаться с дизелем 1,8. Перспективы появления CX-30 на российском рынке пока туманны, но в российском офисе Mazda нам рассказали, что такая возможность все-таки рассматривается. Не забывайте подписываться на наш канал и включать уведомления, потому что с Женевы еще будет много интересных новинок и много интересных видео. Поэтому увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok